Добрый шо всем, дамы и господа, с вами Кулин и добро пожаловать на новую площадку Fight 3. Продолжаем сегодня проходить приключения сержанта, и в прошлый раз я остановился как раз на вот таком вот интересном моменте. Я остановился где-то вот здесь, рядышком, но, как видите, я тут уже как бы всё прошёл, всё далеко краски, это и увидите, и поймёте. И да, заметьте, остался ещё один день, и будет у меня фулл веточка спокойно пройдена, и сержант, как говорится, будет доволен своей красе. Ну, да ладно, давайте всё же затягивать я вас не буду, как бы будем, приступайте к нашему приключению. Итак, я забрал устойчивость, теперь у меня уже тысяча, да, мне снова дали 500, поэтому можно смело потихоньку продолжать дальше, правда, всего-то на каких-то вот два боя, потому что уже третий требует уже, ну, и так понятно, сколько уже стойки, так что придётся, к сожалению, ждать уже, пожалуй, следующего дня, чтобы уже спокойно, как бы, дойти до вот этих как раз-таки двух следующих заданий. Да, ну, ладно, уважение предков идёт у нас. Сын огня, ступи на мост и покажи свою силу. Да, и, естественно, это у нас, вот он, древар, которого нужно мне как-то победить за сержанта, поэтому давай. Могеть-могеть, мы должны справиться. Так, ну, торопиться опять же не будем, потому что опасно же ведь, как-никак. Так, давай-ка сейчас его отгоним подальше. Вот так вот. Нет. Всё, забрал, отлично. Минус передревар. И, да, опять надо забирать рейраундом. Ну, как бы, справиться можно, проблем никаких не будет. Нет, не убей. Иди сюда. Вот так вот. Повалим на месте. Так, хорошо. Как раз сейчас избираем следующего. Нет, он меня уже здесь не убьёт. Сержанта просто так не уничтожить. Его не сломить, не погубить. Да. Так, и этот последний остался. Так, ну тут, я уж думаю, можно на бордаж брать. Вот так вот. Пошли. Так, раз, сейчас разберёмся. Нет, не убей. Хорошо. Всё. Забираем. Последнего дребора. И... Мы здесь разобрались. Так, хорошо. Опять лутаем ключиками ненужные. Ну да ладно. Первое испытание пройдено. Так, и у нас идёт дальше уже следующее испытание. Ну и что? Потомокагуна. Твой великий предок здесь, чтобы зажечь твою кровь. Возрадуйся этой великой чести. Зажечь? Нет уж дудки. Нет уж дудки. Ну ладно. Давай-ка. Кто у нас там сейчас будет? Сейчас будем разбираться. Ха. Вот и сам Кагун явился. Только правда у нас этим. Привет, дедуля, да. Диданус как-никак. Эээ. Айсприя, давай. Иди сюда. Вот так вот. Кто кого, как говорится. Нет. Ай, больно. Ай. Куда, куда, куда. Куда. Хорошо. Забираю. Отлично. Первый раунд пока за мной. Держимся, держимся. Потому что же забрать три раунда... Ну, дело нелёгкое. Тихо. А я в тидебухе, поэтому меня не убить. Я сделаю сейчас вот так вот. Опа-на. Ну, всё. Заодно вы успеете нему применить. Ай. А вот тут уже уйти не успел. Так. Ну, всё. Готов. Забрал сразу же его. Прямо на месте. Интересно, сколько же вам удастся... Сейчас бустержант пытаться всё это дело творить? Скорее всего, долго. Ну да ладно. Зато интересно как-никак. Тихо. О-о-о, тихо. Куда, куда? Сейчас мой ход. Вот так вот. Не убей. Я уйду. Так. Хорошо. Спокойно. Молотым фигачем. Без каких-то проблем. По дороге металку на всякие кидаем. Так. Ну и теперь я давай. Всё. Лежать, как говорится. Лежать. Фух. Всё. Да. Управились. Достойная победа. Ты доказал свою право носить титул Древар и владеть силой огня. Служи заветом своих предков с честью. Что? Что? Эээ. Ладно. Знаете, вот так как-то пофиг. Ну. Всё равно. Лутаем. Какое-то привидение сказало мне, что я теперь Древар. Ты всё знал заранее, не так ли, Свен? Только подозревал. В юности ты оказался от своего права, но матушка вернула его тебе. Ты же понимаешь, что я не останусь здесь. Я не святой и не аскет. Такая жизнь не для меня. Лучше я буду хорошим тюремщиком, чем плохим Древаром. Ты хорош во всём, что делаешь. Я убил за твою силу. Я всегда хотел стать Древаром. Но пока что мне придётся проследить за братьями вместо матери. Вот и я хочу делать то, что мне нравится, а не то, что мне хочет от меня Север. Что ж, тогда добро пожаловать на праздник Зимней Звезды, братья и сёстры. Поспешим, пока мы не пропустили лучшие драки. Да. Да-да-да-да-да. Незваные гости и дальше уже всё остальное идёт. Ну, окей, хорошо. Жду время и уже потом возвращаюсь к вам снова. Итак, прошло время. Я снова получил пистолет с инкарнизацией и можно дальше продолжать. И, как бы, вместе с этим, тем, что я получил пистолет с инкарнизацией, добавили ещё и марафон. Марафон на ещё один скин. Да. На этот раз уже скин на Ездника Бездны. И если у кого есть сундуки, пожалуйста, лутайте быстро марафон. Потому что на три дня я тоже попытаюсь, конечно же, его залутать. Ведь, как-никак, у меня этого скина нет. Ну, или кто-то, по крайней мере, получит на него лишний аспект. Да. Вот разрабы. Выпустил бы этот марафон раньше. Я бы сейчас тупо не парился насчёт этого. Но, к сожалению, да. Чё можно ещё сказать? Ничего, к сожалению. Так что, давай-ка. Полетели. Будем-то проходить как раз-таки вот эту вот всю дилему. Так. Незваные гости. А у вас смешная еда. Это перёк с пчёлами. Господин Свинс, что случилось? Тихо. Не поворачивайтесь. Вон там в тех кустах враги. Лесной народ так не шумит среди ветвей. Господин Хайм ещё слаб. Он спит. Мы поможем вам вместо него. Ладно. Полетели. Опа-на. Красный лев. У нас, получается, условия с металлочкой. Ну, давай-ка тогда полетели. Чё? Думаете, не справимся? Нет, справимся без проблем. Даже без нашего любимого Отто. Так что, давай-ка. Загис, мы спокойно, может быть, здесь отыграть. Нет. Мне как бы это не надо. Я всё ещё хочу пожить. Так. Хорошо. Первый раунд за мной. Держим, так сказать, обороночку. Да, сначала, как говорится, брат, а потом уже сестра решила полететь. И сбивать красный налиба. Так. Ну, это, конечно, сейчас меня не убило. Потому что тут вот сейчас с болем прям происходит. Прям слишком больно. Тут, я смотрю, у нас Джаггернаут. Поэтому надо сейчас сделать всё быстро. Нет, не убей. Ну да, ну да, естественно, просто лев решил заспамить меня, естественно, тяжёлыми ударами. Не более. Ладно, у меня, кстати, раунд лишний есть. Поэтому отыграюсь. Так. А, меня, естественно, кританули. Да, спасибо. Ой, лишь бы сейчас у него не убила. Так, иди сюда. Надо тебя прям на месте. Вот так вот, вот так вот. Чтоб было прям хорошечно. Так, и всё. Тинь его я добиваю. Ух, да! Чё-то прям жёстко бьёт. Если бы не вот эта вот халда, то... Было бы всё отлично. Но, к сожалению, нет. Ладно, лутаем. Что здесь произошло? Эти люди пришли за мной? Кажись, не, сержант. Они, когда нас с Гретой увидели, Роже, очень удивленный сделали. Правда, если они не нас искали, то зачем топали в такую даль? Матушкины записи. Они пропали. Какие записи? Это же дуболомы из пуристов. Они читать-то не умеют. Записи о магии севера. Инквизитор был здесь полгода назад. Пытался выяснить что-то про колесо истории. Матушка была настолько вежливая, что не убила его. Чёрт. Гиз, Магрета, собирайтесь. Нам нужно скорее вернуться в крепость, как... Можно, да. Нам нужно быстро возвращаться в крепость. Опа-на! Хорошо, ясно, лидер северян. Так что давай-ка полетели. Тяжёлое расставание. Свен, ты что, глухой? Ступай назад в лес. Северяну нельзя появляться в крепости. Быстрее, пока стража тебя не увидела. Я не отпущу тебя одного, извини уж. Я тебя в это втяну. Значит, встретимся с палачом вместе. Палач просто выпендрёжник. А вот в башне трючонок есть настоящий профессионал по борьбе с огнепоклонниками. Знаешь, какие у них интересные приспособления для тебя? Плевать. Свен! Ладно, полетел. Что ж поделать? Придётся разбираться. Вариантов нет. Опа-на! Врукопажно! Ай! А я, естественно, здесь уйти-то не успеваю. Ещё и огонёк сверху. Ой, больно. Ты что творишь? Слишком больно даёшь. Чё-то слишком цены такой жёсткие. Он тут решил у меня сразу же в уборе это больно сделать. Так. Хорошо, всё. Я забрал, слава богу. Снимаем, я всё же спасла. Нельзя, как говорится, свену появляться там, иначе будет очень больно. Сейчас войдёт, скорее всего. Ты успеваешь прыгнуть, к сожалению. Бросить не даст, это точно. Так. Ну, вот и тебя опять же не успеваешь. Это всё же единственный минус. Будь бы бесики здесь или династия, конечно, было бы проще, потому что она. Ну, ладно. Я, главное, так справился. И, как бы... Всё. Свен, ты, конечно, извини, но тебе нельзя. Опасно уж очень. Да уж, куда делся тут мальчишка с горящими глазами? Ты стал настоящим воином. Ты просто меня пожалел. Ты тогда меня пожалел, когда я был ещё пешкой под ель ходил. Думаешь, нам легко было без тебя? Матушка, я ведь думала, что ты станешь нашей надеждой. Надеждой всего севера. А вместо меня надеждой с севера стал ты. Потому что ты хороший парень, а я просто хочу быть богатым и известным. Да? Гизба, пополчи, пожалуйста. Стать богатым и известным. Это мечта не хуже любой другой. Но только ты уж тогда иди за ней, Отто. Иди и не выпусти её из рук. Я что-то заглянул, Свен, честно. Но в следующий раз давай уж лучше я к себе. Доброставить тебя зимней звезда. И всё получается. Тогда потом остаётся лишь только у нас как раз-таки последний день. И на последний день закрываем как раз-таки фул приключения Сержанта. Да. Ну что, друзья мои? Я буду завершать наш выпуск с Сержантом. Да. Вот такой вот случился неожиданный поворотик. И в итоге пришлось махаться самим как бы с Веном и всё такое. Ну да ладно. Лучше не вспоминать, потому что я берем Аркуса и я как бы тут его проходил и естественно мне было ой, офигеть, как тяжело. Ну да ладно. Самое главное, что я уже близко к концу. Буду с вами прощаться. Ставьте лайки, записывайтесь на канал, ставьте лайки, ну и конечно же всем удачи и всем ка-пока.